Здравствуйте, дорогие садоводы! Сейчас у нас с вами будет такая злободневная тема, как замачивать семена растений, для того, чтобы они лучше и более дружно прорастали. Вот посмотрите, сколько я всего тут приготовила. Но, дорогие друзья, всё, что здесь вы видите, и в пакетиках, и в коробочках, и в бутылочках, это всё природные стимуляторы. Здесь у нас на столе нет никакой химии. И вот как раз нам задавали вопрос, в чём же именно натуральным можно замачивать семена, потому что химию вообще не хотят люди использовать, ни для подкормки растений, и вот не даже для замачивания семян. Нужно сказать о том, что стимулировать семена к прорастанию нужно непосредственно перед посевом. Поэтому вот я уже сделала видеоролик о том, что посеять в феврале, выберите, пожалуйста, те культуры, и каким-то образом их обрабатывайте. Ещё один момент. Есть очень много семян, которые уже заранее простимулированы и заранее обработаны. Например, гранулированные семена, петунии и других мелких семян. Там уже есть вот в этой оболочке и стимуляторы какие-то, и даже удобрения. Поэтому их, естественно, замачивать не нужно. Есть инкрустированные семена. Там вот в этой вот цветной оболочке они просто покрашены, кажется, да, но на самом деле там тоже есть определённые вещества, такие семена тоже не замачивают. Ну, а вот самые обычные, которые в пакетиках находятся и ничего-то там о предварительной обработке не сказано, мы можем с вами обработать. В данном случае у меня здесь семена черемши. У нас будет отдельный видеоролик об этом растении. Ну, вот я сейчас на примере черемши и покажу, как можно обработать. Смотрите, сколько у нас всего, кроме ещё и пакетиков, вот в баночках стоит. Что же это такое? Ну, вот я очень давно пользуюсь луковой шелухой. Очень мне нравится. И для подкормки растений, потому что это очень богатый набор микроэлементов в шелухе содержится. И вот такую подкормочку сделать очень-очень легко. Я все свои цветы поливаю. Практически при каждом поливе можно использовать не простую воду, а вот такой вот настой луковой шелухи. Там хоть и много этих микроэлементов, но они, вот как сказано в этом слове, они в микродозах. Поэтому передозировать здесь не опасно. Фиалки очень хорошо развиваются, начинают свисти лучше и ярче окраской и так далее. То есть я убедилась, что действительно этот препарат действует. И вот для замачивания семян, пожалуйста, можно пользоваться настоем луковой шелухи. Приготовить очень просто. Вот смотрите, здесь такая хорошая горсточка этой луковой шелухи. Вчера я готовила ужин, очистила там пару луковиц, сюда положила эту шелуху и залила водой. За ночь у меня получился вот такой вот настой. Можно горячей водой заливать и уже достаточно быстро получить этот настой. Когда остынет до теплого состояния, можно замачивать. Можно этот растворчик еще усилить. Чем усилить? Смотрите, вот здесь вот у меня настой золы. Где взять золу? Если вы заботливые такие садоводы, то вы с осени где-нибудь, когда шашлычки жарили свои последние, из мангала или из печки, или из бани, набрали или в банку, или в ведерко, и у вас стоит. И это прекрасное, опять же, и удобрение и для комнатных цветов. И вот здесь вот тоже очень много микроэлементов. Можно зольным раствором тоже намачивать семена. А можно смешать вот эти два раствора, тоже будет хорошо. Можно добавить еще борную кислоту сюда или вот такую вот янтарную кислоту. Я ее купила в аптеке. То есть это будет такой комплексный набор. Можно, конечно, все это по отдельности. Янтарная кислота как замачивается? Значит, вот каким-то пестиком раздавили там эту таблеточку и две таблетки на стакан воды. Даже стакана будет много вам, поэтому одна таблетка на полстакана воды. И тоже дайте постоять, чтобы хорошенечко все там разошлось, был такой полноценный равномерный раствор. И вот в янтарной кислоте можно замачивать. Например, вот очень советую прострелы замачивать в янтарной кислоте. Прострелы – это сон трава, это такие симпатичные пушистые подснежнички. Их сеет в марте, и вот можно взять на вооружение, замачивать их в янтарной кислоте. Дальше. Вот что необычно, замачивать можно в грибном настое. Вот пахнет, ну, совершенно потрясающе. Вот смотрите, обычные грибы, сушеные. У русского человека, наверное, у каждого есть запасы на азму. Тоже вот совершенно потрясающий запах. Вот эти сушеные грибочки. Вы, опять же, вот таким вот пестиком где-то в ступочке своей размололи, чтобы больше это все вот выходило в настой, да, и замочили примерно на ночь. И вот получился такой настой. В книжках и в интернете я посмотрела, что советуют замачивать даже кипятком. Я бы не рекомендовала этого делать, потому что биологически активные вещества, но все-таки, ну, я не знаю, кипятком там, может быть, что-то и убьется. Поэтому вот холодной водой, смотрите, все прекрасно получается. И настой тоже очень пахнет. И я думаю, будет очень хорошо для наших семян. И еще один настой, который можно легко дома сделать, это вот такой медовый растворчик. Буквально вот ложечку на стакан, на чашечку вы разводите холодной водой. Не применяйте горячую воду, иначе, опять же, вот эти вот все положительные свойства этого меда, они пропадают. И тоже запах, вот, изумительно совершенно летом пахнет. Так что вот смотрите, сколько можно вот таких вот прямо подручных средств использовать, да. Теперь, вот есть сейчас такие препараты, это гуминовые вещества, гуматкалия, гуматнатрия. Вот эту упаковочку можно очень экономно использовать здесь буквально по столовым ложкам, там на большое количество воды расходуется. И здесь на упаковке сзади есть норма, как замачивать семена. То есть вот имейте в виду, тоже вот гуминовые вещества, гуматкалия, гуматнатрия, они очень хорошо для этого подходят. Еще вот посмотрите, энерген, тоже хороший стимулятор роста. И вот еще у меня два тут лежат препаратика биологических. Это фитоспорин и аллерин-Б. Они основаны на одной культуре полезных бактерий. И, в общем-то, действие у них сходное. Но один в таблеточках, другой вот в порошочке. С фитоспорином вы хорошо уже знакомы. А вот аллерин-Б, я не так часто о нем говорю, потому что, как я поняла по вашим отзывам, не везде его можно купить. А препарат тоже очень хороший. Вот, например, для обработки своих томатов, своей рассады, я чередую вот эти два препарата. Они дают и стимуляцию для прорастания наших семян. И что самое важное, обеззараживание от грибных заболеваний. Вот семена томатов против фитофтороза обязательно замачивать вот в этих растворах. И вообще я бы советовала все семена замачивать. Сейчас у нас, ну, бог знает, что там, фасует у нас. Как-то вот семена не стало с надежностью, их все очень плохо. Поэтому вот перед посевом протравить вот в таких вот растворчиках очень даже хорошо. Можно двойную обработочку сделать. Сначала, например, вы подержали в грибном настое, а потом там вот в растворе фитоспорина, чтобы обеззаразить. Какое преимущество огромнейшее у биологических препаратов по сравнению с химическими? Их сложно передозировать. Все-таки это мягкие препараты, которые мягко воздействуют на растения. И вот очень важное нужно правило соблюдать. После стимуляции всех вот этих семян, какими-то именно вот химическими стимуляторами роста, их надо промывать. Вот никто практически этого не делает. Цирконом обработали, эпином обработали и не промывают. Так же и посеяли. А вот если передержать, и если вот этот вот эпин дольше действует уже на самом семечке, может получиться обратный эффект. И мне вот пишут тоже в комментариях, и стимуляторами обрабатывали, и все делали, а не взошло. А вот может быть и не взошло от того, что передержали, перебрали норму. Там вот эти химические препараты каплями отмеряются. Вот, дорогие друзья, капли-капли рознь. Есть капли, вы сами знаете, дождь у нас падает, да, летний такой хороший. Там какая капля летит огромная, там тоже капля. Вот, а химические вот эти препараты надо шприцем отмерять. Вот одна капелька из шприца и вторая капелька из шприца. Вот это тогда будет правильно. Дальше еще, вот о чем я хочу сказать, чего у меня здесь нет на столе. HB-101, я его применяю, просто вот так оказалось, порылась по своим запасам, и вот оказалось, что даже упаковочки пустой не сохранилось. HB-101, тоже природный стимулятор, там вытяжка из очень хороших таких растений, тоже многократно убеждалась, что действует. И еще что, это биогумус. Вот все вот эти производные от жизнедеятельности дождевого червя, это может быть биогумус, может быть верми, чего-то там называется, да, верми-чай, верми-компост. Сейчас это тоже начали уже фасовать и продавать в магазинах. Вот это вот тоже можно использовать. Там масса ферментов, биологически активных веществ, и тоже это будет для семян очень полезно. И вот, дорогие друзья, еще какое простое средство, смотрите, это чеснок. Тоже для обеззараживания. И очень хорошо чесноком обеззараживать капусту. Как приготовить? Можно сок отжать из чеснока, но вот знаете, когда он уже похоронился практически всю зиму, да, не больно то сок от него отжимать. Поэтому просто-напросто через чесночную давилку сделали такую мезгу из примерно 3-4 зубочков, да, и разбавили один к одному или один к двум водой, сколько там у вас этого получится. И вот эти семена капусты там подержите, в этом, ну, как бы настое вот этого чеснока, да, и вот будет очень хорошая обработка. Еще о чем я хочу сказать, вот очень хорошо подходят такие проросшие луковки для этого, потому что вот уже активизировались все там полезные вещества, когда есть проростки, вы сами знаете, да, вот кто увлекается проростками, проращивают специальный горох и пшеницу, и овес, и вот эти проростки кушают, то есть там именно очень много полезных, активных веществ именно в этот момент сосредоточено. Поэтому вот имейте в виду тоже. Но капусту мы с вами будем сеять не раньше середины марта, поэтому вот с этим можно немножечко и подождать. Ну, и вот такой друг у нас стоит на столе, это алоэ. Можно стимулировать семена прорастания именно соком алоэ. Свежие семена можно в разбавленном соке замачивать, то есть это, например, одна чайная ложка сока алоэ и одна чайная ложка воды, один к одному, вот в таких пропорциях. А если у вас семена старые, полежали, или семена есть туго всхожие, как, например, у сельдерея, там можно в свежем соке в 100% замачивать. То есть вы выжили вот тряпочку, намочили марлечку и замачиваете. Теперь как делать? Вот смотрите, дорогие друзья, все у меня тут в банках так их стоит, в таком количестве большом, да? А на самом-то деле я вам сейчас покажу, какое количество нужно этого растворчика. Вот мы берем семена черемши, сейчас я их раскрою. Люблю вот так сбоку открывать, потому что таким образом, семечка там застряла, потому что при этом не срезаются никакие надписи, ни снизу, ни сверху, и срок годности снизу остается на этой упаковочке, а упаковочку потом храню. Вот, и вот так вот мы высыпем эти семена, они достаточно крупные. Специально вам взяла, сейчас, 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 специально вам взяла черемшу, именно потому что крупные семена, чтобы все это было хорошо заметно. Вот на салфеточку. И буквально смотрите, что мы делаем, вот этот грибной, например, растворчик, вот так мы, прямо из ложечки, по чуть-чуть, вот и все, все, больше не надо. И сюда же можно вот этого и лукового раствора положить, вот, и можно даже потом, потом излишки слить. Конвертиком завернули, все, излишки, ну вот впитала у нас марлечка, и, как обычно, мы с вами заворачиваем в пакетик, чтобы у нас не испарялась влага. И ставим куда-то это с вами в теплое место, чтобы у нас все это набухало. Вот, если вы опускаете семена в воду, скажем, вот вы приготовили настой медовый, да, и туда их семена побросали, вот этого делать не нужно, потому что семена так просто-напросто могут задохнуться. А вот когда вы вот так сделали в тряпочке или вот в салфеточке, у вас они дышат, там поверхность большая, соприкосновение с воздухом, и все это будет хорошо и замечательно. Сколько держать вот в этих настоях? В среднем везде пишут у всех этих препаратов, ну, кстати, вот у таких-то вы обязательно там инструкцию читайте, да, и вот здесь вот, вот видите, она какая прям табличка есть большая, вот эта гоме, да, вот, а здесь вот у этих всех натуральных препаратов в среднем 3-6 часов. Опять же, я повторюсь, передержать не страшно, вот, и промывать не обязательно, то есть вот так вот замочили, и можно сразу после этого сажать. Можно оставить до прорастания. Вот я очень люблю проросшими семенами сажать томаты, сажать перцы, сажать баклажаны, и вот в этом году хочу еще также посеять сельдерей, то есть именно пророщенными зернышками. Что в этом хорошего? Дорогие друзья, так можно каждое это проросшее зернышко сразу положить в отдельную кассету, и потом не мучиться с пикировкой, и растение не мучить, потому что каждое вот это отрывание корешков, зачем это нужно? Растение. То есть вот таким вот образом мы с вами замачиваем семена. Ну что ж, экспериментируйте, пишите в комментарии, что у вас получилось. Вот применяйте все эти натуральные препараты, смотрите, как их много, да? Сейчас придешь в магазин, глаза разбегаются, не знаешь, что выбрать. Но на самом деле все приходит с опытом. Потом я вот уже смотрю, опытный садовод, он идет мимо вот этого ряда, и уже даже по упаковке внешнему виду не читает. Берет так, мне надо вот это, мне надо вот это, мне надо вот это. То есть и вы скоро также научитесь разбираться, что же вам необходимо для начала садового сезона. Успехов вам! Хороших дружных сходов!